Безопасный отдых на воде. Вот к чему стремятся сотрудники МЧС совместно с Росгвардией, когда проводят регулярные рейды на своих катерах. В теплый период они ежедневно напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности. Для того, чтобы пообщаться с водителями маломерных судов, сотрудники МЧС дают отмашку флагом. После этого в первую очередь происходит проверка документов. Удостоверение на право управления маломерным судном. У Шубина Евгения Ивановича у нас открыто моторное судно, мотолодка, гидроцикл, внутренние водные пути. Судовой билет имеется в наличии в копии. С копией у нас разрешено движение, заверенное с отметкой о прохождении технического освидетельствия маломерного судна. Спасательными средствами данное маломерное судно оборудовано, имеются спасательные жилеты, поэтому мы пожелаем Евгению Ивановичу доброго пути. Водители с пониманием относятся к подобным проверкам. Большинство из них ответственно подходят к управлению своими плавательными средствами. Много хулиганов на воде. Вода ошибок не прощает. Сотрудники МЧС говорят о том, что основными нарушениями водителей судов являются несвоевременное прохождение водителями судно-техосмотров управления без документов. Что касается управления транспортным средством в нетрезвом виде, таких видов нарушений становится все меньше. В этом году таких случаев не было. За последнее время данные случаи реже и реже все-таки граждане, я думаю, создали, становятся и не допускают данных правонарушений, зная о том, что это может привести их к серьезным последствиям на воде. По всем перечисленным нарушениям за прошлый год было выписано порядка 300 протоколов об административных правонарушениях. Всего в регионе зарегистрировано около 14 тысяч плавательных средств. После проверки судов сотрудники Росгвардии и МЧС пообщались с людьми, отдыхающими на несанкционированном пляже. Они напомнили им, что с 10 июля произошло официальное открытие городских пляжей и призвали людей оставаться бдительными на воде. Особое внимание прошу уделить детям. Поэтому получите, пожалуйста, наши памятки, своим родственникам доведите информацию и желаем приятного отдыха вам на тех местах, где уже можно купаться сегодня. Так, ребят, проводим профилактику сегодня, да? У нас основная причина гибели на водных объектах – это алкогольное употребление спиртонапитков и купание в несанкционированных местах. То есть то, что происходит сейчас, в принципе, здесь. Сотрудники МЧС попросили оставаться аккуратными на воде. И все, кто в этот раз получил памятки, с благодарностью отнеслись к заботе об их безопасности и к подобным рейдам в целом. Надо следить, кто где купается. Я считаю, что нужно делать их в другие дни, не когда на пляже 10 человек. А когда вот 150 здесь собирается, весь пляж забит. Сотрудники МЧС отметили, что в выходные дни они уделяют особенное внимание отдыхающим. Ведь с начала этого года на воде погибло уже 11 человек. Главное управление проводит ежедневно профилактические и надзорные мероприятия в области безопасности. Ежедневно на селекторном совещании под руководством заместителями министра Сапурновского генерал-лейтенанта заслушаются начальники главных управлений по субъектам, где допущена гибель на воде. Данная работа активно проводится и стоит на контроле правительства Рязанской области, главного управления. И она будет продолжена на постоянной основе. Сами же памятки, которые получили граждане, призывают не нырять в незнакомых местах, не подавать криков ложной тревоги, не использовать для плавания самодельные сооружения и другие полезные рекомендации. Для детей такие напоминания обыграны с помощью героев советских мультфильмов. Сами рейды проходят при поддержке Росгвардии для обеспечения безопасности и сопровождения сотрудников МЧС.